добрый вечер дорогие отцы братья и сестры матушки и детишки которые есть сегодня продолжаем лестницу изучать и у нас уже слово шестое о памяти смерти всякому слову предшествует помышление памяти смерти и согрешение предшествует плачу и рыданию посему они по порядку и предлагается всем слове то есть говорится что смертная память память смерти она предшествует плачу и рыданию то есть правильному покаянному настрою память смерти есть повседневная смерть и память исхода и всей жизни есть повсечастные стенами то есть когда человек помышляет о смерти он как бы умирает каждый день умирать для этого мира умирать для своих страстей имеет перед очами господа чтобы как говорит святой пророк давид при зле господа одесну и меня да не подвижишься то есть помогает память смерти избегать грехов и относиться ко всему что вокруг нас как временного ни к чему не прилипляться боязнь смерти есть свойства человеческого естества происшедшие от прислушания а трепет от памяти смерти есть признак нераскаянных согрешений боится христос смерти но не трепещет чтобы ясно показать свойства двух естеств мы знаем что господь перед отчастием из этого мира молился о чаши о своих предстоящих страданий и как человек истинный человек он конечно боялся смерти потому что для человека смерть неестественна вот боязнь эта смерть у нас появилась в результате прислушания как хлеб нужнее всякой другой пищи так и помышление смерти нужнее всяких других деланий память смерти побуждает живущих в общежитии к трудам и постоянным подвигам покаяния и к благодушному перенесению бесчестия в живущей же безмолвии память смерти производит отложение попечений неприставную молитву и хранение ума впрочем все же самые добродетели суть и матери и черри и черри смертной памяти то есть что значит и матери черри вот эти перечисленные добродетели они рождаются от смертной памяти и сами производят память смерти здесь делается некое различие между живущим живущим в общежитии и кто живет на безмолвии но и тем и другим посмотрите большая польза того что человек помышляет о смерти вы знаете если обратиться вот в нашу действительность ну скажем или из мирской жизни взять тот человек который думает о ребенок об экзамене выпускных испытаний таких то он конечно и учиться будет прилежно знаю что вам предстоит так и человек зная что придется давать отчет о прошлой жизни и этот потом итог повлиять на его вечную участь конечно будет уже более бережно относиться ко времени своей душе и ближним таколов отличается от серебра хотя и подобно ему по виду так и различие между естественным и против его естественным страхом смерти для рассудительных ясно и очевидно ну не знаю вам ясно и очевидно или нет для меня пока нет я вот надеюсь дальше будет понятно ну естественный страх смерти это видимо на то что и у животных есть инстинкт самосохранения и сильно человек боится потерять жизнь а противо естественно страх смерти но видимо то что от греховной жизни но пока вот оставим и дальше может быть понятно из дальнейшего представления и сильный признак того что человек помнит смерть в чувстве сердца есть добровольное без пристрастия ко всякой твари и совершенное оставление своей воли но опять знаете вот помнится как читал я у старца в россию оптинского и я приводил даже уже эту мысль что она все на себя лично на все обстоятельства на ближних и дальних людей нужно смотреть с точки зрения вечности но собственно вечность начинается наша смерти и здесь вот мысль такая что от памяти смерта смертной добровольная без пристрастия ко всякой твари то есть умерщвляются страсти таким образом потому что мы с точки зрения если посмотрим на все блага конечно они очень очень временно имеют значение и нельзя чтобы душа к ним прилеплялась вот совершенное оставление своей воли наша воля тоже падшая если мы будем исполнять ее соответственно буду будем удаляться от бога а когда человек в послушание живет и в смирении перед божьим промыслом то он конечно более подготовлен к вечности как раз память смертная помогает такой подготовки тот без сомнения благоискусен кто ежедневно ожидает смерти а тот свет кто желает ее на всякий час но если вспомнить священное писание то мы помним апостол павел говорит что для меня жизнь христос и смерть приобретение два пути предстоят я не знаю что выбрать и здесь жить полезнее для вас а умереть конечно блажение конечно быть со христом ближе богу вот конечно святые которые уже достигли святости люди достигшие святости конечно не желает побыстрее разрешится от этих временных вуз и видеть господа и вместе с англами прославлять его наслаждаться божественной благодатью царства небесного но это двойная заповедь любви к богу человек желает быть ближе бог но еще любить ближнего надо этот любой ближним понуждает их оставаться среди братьев чтобы им принести пользу вот а бывают люди которые греховной жизнью живут и жить не хочется умирать безвыкотной ситуации если святому хочется и то и другое то грешному человеку не хочется ни жить не умирать не всякое желание смерть и достойно одобрение некоторые люди насилием привычки увлекаемые в согрешение желают смерти по чувству смирения то есть да где-то даже молитва бывает что не достоин жизни временной человек когда совершает господи как вот ты мне все даровал я совершаю и в чувстве смирения они желают смерти но это такое еще не сказать что можно одобрить и вроде не греховное желание но не скажу надо можно одобрить дальше другие не хотят покаяться и призывают смерть от отчаяния ну вот это те люди которые близки к самоубийству до столько много обстоятельств окажется и невыносимых и они желают от смерти думая найти там избавление от отчаяния иные же не боятся ее потому что в превозношении свое почитает себя беспристрастными это уже говорится о людях которые находятся в прелесть только говорят я уже спасен все теперь только надо умереть быть богом видите это может от самообмана нет святости быть а бывают и такие это уже про святых говорится если только нынешнее время найдутся которые по действию духа святаго желает своего исшествия отсюда но как я говорил это и апостолы это и мученики тоже они жаждали мучений чтобы соединиться со крестом это и множество преподобных людей правильных людей которые желают своего от счастья отсюда по действию духа святого некоторые испытывают и недоумевают почему бог не даровал нам предведение смерти если воспоминание о ней столь благотворно для нас эти люди не знают что бог чудным образом устраивает это через наше через это наше спасение ибо никто задолго предуздавший время своей смерти не спешил бы принять крещение или вступить в монашество но каждый проводил бы свою жизнь в беззаконии и на самому самому же исходе из сего мира приходил бы к крещению или покаянию но от долговременного навыка грех делался бы в человеке 2 природы и он оставался бы совершенно без исправления то есть конечно некоторые задаются вопросом ну почему не все знают день своей кончины некоторым святым господь открывает когда они представятся но не все потому что у нас такая слабая воля если нам скажут что ты умрешь 79 лет а так с тобой ничего не случится ни авария ни болезнь смертельная и конечно это нас расслабило бы и мы жили бы до 70 лет в грехах а потом 70 лет там кто-то даже бы и покрестился бы в 70 лет чтобы тот момент очиститься кто-то бы и монасты принимал правильно жил но за все эти 70 лет этот грех которому человек привык он делается как бы второй природой человек все свои силы всю свою юность свежесть ум отдал бы этому миру отдал бы грехам дьяволу а уже всякую немощь старческую глухоту и слепоту и уже это болезни умственные принес бы жертву богу поэтому действительно мы не знаем когда мы умрем это нужно того чтобы мы ожидая постоянно своего отхода держали себя в пределах заповеди когда оплакиваешь грехи свои никогда не слушайся о нога пса который внушает тебе что бог человека любив ибо он делает это с тем намерением чтобы оторван тебя от плача и от без страшного и от бесстрашного страха мысль же умел сердией божий принимай только тогда только когда видишь то не извлекаешься во глубину отчаяния подобную мысль мы еще читали тут же в лестнице по моему может на прошлое позу прошлой ступени там говорилось чуть по-другому там если выражалась что до грехопадения дьявол внушает что бог очень мил всего он простит ну согрешишь что ну что бог просит покажешься а после грехопадения представляет человеку бога очень строгим требовательным правдивым чтобы человека ввести в отчаяние и тут та же самая мысль высказать и еще как-то не помню где читал что можно ли человека хвалить что нам все надо знать хвалить можно иногда редко человека если мы видим что он к отчаянию близок я сам видел когда один человек уже почти умирал он конечно это тяжело умирать вот и приехал мой наставник и говорит а того звали маркевич сергей маркевич сергей маркевич ну что тебя бояться слава богу пожил детей выросил верующий человек ты причащался и так вот его подбодрил чтобы не был он поглощен отчаянием ну и не только перед смертью а так если мы видим что человек сильно унывает то принципе можно отчасти напомнить его добрые дела не унывает ты же божий человек вот раб божий тут и так говорится мысль о милосердии божьем принимать только тогда когда видишь что низвергаясь глубину отчаяния то есть наше спасение должно быть между отчаяния надежды то есть чтобы надеяться на бога на его прощение но помнить что господь строг когда нам предстоит грех надо вспоминать о мучениях адских о том что мы смертны о том что господь может нас наказать а когда если вдруг согрешим уже тупой что бог милосердный и прийти с покаянием кто хочет непрестанно сохранять в душе своей память смерти и суда божия а между тем предается попечением и молвам житейски тот подобен хотящему плавать и в то же время плескать руками играть с водичкой несколько пунктов назад мы говорили о том что добродетели являются перечисленные добродетели являются и матери и чели памяти смертной то есть вот это попечение житейском молвы житейские они вот появляться тогда когда нет смертной памяти и в то же время когда у нас память смертная есть а мы все таки пренебрегаем этим и слишком заботимся о всем внешнем то можем и потерять память смертную живая память смертной пресекает невоздержание в пище а когда сие пресечено со смирением то вместе отсекаются и другие страсти ну как и говорил что память смертная память о смертном часе о предстоящем суде божьем помогает воздерживаться от всех страсти от всех грехов здесь в частности говорится о воздержании в пище и когда человек будет воздержаться в пище будет со смирением проходить то тут будут и все уже добродетели безболезненность сердце послепляет ум а множество брашен и сушает источники слез жажда и бдение стесняют сердце а когда сердце стесняется тогда произникают слезные воды то есть происходит начинает стекать сказанное мною для угождающих чрева покажется жестоким а для ленивых невероятным но деятельный муж на деле усердно испытывает сие кто узнал сие опытом тот возрадуется всем а кто еще ищет тот не обойдется без печали то есть что значит безболезненность сердца когда человек такой вот в частности не имеет памяти смерти не имеет всегдашнего покаяния то ум острепляется даже может и вера потеряться вот для человека догматы такие становятся и служба неинтересная догматы кажутся не совсем разумными и если человек злоупотребляет кушанием мрачными то может потерять источники слез видите как все очень связано как отцы утверждают что совершенная любовь неподвижное падение так и я утверждаю что совершенное чувство смерти свободно от страха то есть ну видимо имеется ввиду совершенное чувство смерти когда человек помышляет о смерти о суде божием но утешается создая что бог милосердь уповает на него и тогда вот такого видите страха ну скажем животного страха перед богом как перед карателем он исчезает все таки человек относится к богу как отцу деятельный ум имеет многие делания получается влюбить богу в памяти смертной в памяти божьей в царстве небесном ревности святых мучеников вести присутствие самого бога по слову псалмопевца призрея господа преданную выну памяти святых и умных сил то есть размышления о том как предстоят чины ангельские богу памяти об исходе души об истязании то есть это умытарство мучение вечном осуждении мы начали здесь с великих вещей окончили такими которые удерживают от падения то есть здесь пятнадцатом пункте перечисляется сначала такие помышления очень высокие святые а заканчивается этот список уже помышлением о адских мучениях об истарствах и вот эти последние они особо удерживают от греха когда нам предстоят плохие помыслы соблазны нужно вспоминать что за это предстоит потом понести вечности некогда один египетский инок рассказал мне следующее когда память смерти говорил он утвердилась в чувстве моего сердца я однажды когда пришла потребность захотел дать малое утешение всему бренному телу то память смерти как некий судья возбранила мне это и что еще удивительнее хотя я и желал ее утвинуть но не мог ну то есть получается стяжал инок память смертную и стала как бы привычка второй природы его стало и он говорит что ну трудился много хотел было дать ослабу своему телу вот и память смертная стала его взбадривостью не ослабляйся и он даже говорит хотел уже с ней побороться с смертной памятью но все равно не смог победить его даже удивило но это видимо господь помог она не отошла от него другой некто живший близ нас вместе называемом фола часто от помышления о смерти приходил выступление и как решившийся чувств или пораженный падучей болезнь относим был находившимися при нем братьям почти без дыханных но что такое приходить выступление это бывает что господь восхищает ум человека и как апостол Павел говорит не знаю в теме или было или вне тела и видел райские обители и вот этот подвижник вот помышлением о смерти так востяжал такое состояние что часто приходил состояние хищения ума к богу ну а при этом конечно уже просто не владел своими чувствами здесь здесь находился вот это вот святый довольно серьезный уровень и пришел он к этому через смерть при сообщить тебе повесть об исихии инаке горы хорив он вел прежде самую неродивую жизнь и нисколько не заботился о душе своей наконец впадши в смертельную болезнь он примерно с час времени казался совершенно умершим пришедшим в себя он умолял всех нас чтобы тот час от него удалились и заключив дверь своей келье прожил в ней лет двенадцать никому никогда не сказав ни малого ни великого слова и ничего не вкушая кроме хлеба и воды но сидя в затворе как пред лицем господним ужасался и сетовал о том что видел во время иступления и никогда не изменял образа жизни своей но постоянно был как бы вне себя и не переставал тихо проливать теплые воздух когда же он приблизился к смерти мы отбив дверь вошли в его келью и по многом прошении услышали только сии слова простите сказал он кто память смерти тот никогда не может согрешить мы изумились видя что в нем в том который был прежде столько не родив внезапно произошло такое блаженное изменение и преображение похоронившие его усыпальницы близ ограды мы по прошествии некоторого времени искали святые мощи его но не могли найти господь и сим засвидетельствовал усердное и достохвальное покаяние сихи и удостоверил нас что он приемлет и тех которые после многого неродения справиться но кто читал книгу не святые святые наверное вспоминаете был там такой тоже инок один который ну по-мирски сказать пережил состояние клинической смерти вот и потом так уже ни к чему не привязывался только проливал тихие покаянные слезы но и был живым поучением для всего монастыря как бездну некоторые представляют себе бесконечную и место он и называет бездонным так и помышление о смерти рождая чистоту нераслеваемую и делание бесконечным те подтверждает преподобный отец о котором мы теперь говорили подобные ему непрестанно переходят от страха к страху пока и самая в костях содержащаяся сила не истощится помните как вспоминается советский фильм такой про бадулая и там один из его друзей разведчиков фронтовиков дедушка там один играет разговаривает с своим племянником и говорит что вот я умру что-то еще там получение тот ему говорит дядя ну что сейчас о смерти говорить зачем это думать а вот такую мудрость народную высказал о смерти завсегда нужно думать ну правда прибавил потом наверное уже там по советским уже шаблонам говорит надо помышлять что после тебя людям достанется ну а первая часть фразы конечно это такая первая часть такая она духовная народная мудрость что нужно помышлять о смерти как говорится в писании помни последние твоя донеси решиши повеки должно знать что память смертная как и все другие благ есть дар божий ибо часто находясь у самих гробов мы пребываем без слез и в ожесточении а в другое время и не имея такого печального зрелища перед глазами приходим умиление он говорит что мы можем попытаться многие средства для того чтобы стяжать память смертную буквально на похоронах быть на кладбище как-то впитать себя это чувство но можно не получить а иногда казалось бы мы и не особо заботились но приходит умиление и память смертная это говорит о том что память смертная есть божий дар когда пожелает господь тогда дарствует ну кстати вот в завершении хочется сказать что ну все вы присутствовали на похоронах и замечали наверно какая там большая добрая обстановка люди стараются друг друга утешать люди стараются взять нагрузку других на себя видели да как помогает во всем тихо общаются уже больше важных предметах утешают друг друга где-то что-то прощает если что-то ну и говорят ну поймите человек потерял близкого и все прощается так что вот эта обстановка тоже говорит о том что перед лицом смерти у человек уже другие мысли более возвышенные менее меркантильные вот так что нам конечно пригодится такая добродетель конечно в совершенстве мы не можем так что вот как здесь пишется нет такого пока у нас но тем не менее если предстоит какое-то искушение соблазн греха то всегда надо помышлять о смерти что завтра можем отойти от этого мира предстать пред Богом и тем самым держать себя или что-то с нами случилось кто-то нас обидел и хочется где-то отомстить что-то сделать нехорошее но смотреть на это с точки зрения вечности и окажется что вечным измерения этот поступок человека против нас он в общем-то не имеет большой какой-то большой скорби не должно просить и поэтому будем укрепляться и так вот особенно когда мы молимся любые молитвы особенно во время литургии такие более о вечном уже мысли о будущей жизни и все это нам будет помогать исполнять Божьи заповеди спаси гос и благодарю всех дорогие отцы братья и сестры матушки благодарю вас за внимание за внимание за внимание Продолжение следует...